Дарья Усачёва в одиночку будет бороться на этапе гран-при в Японии. Пара Тутберидзе поборется с парой Москвиной. Первый турнир Синицына и Кацалапова. Готовимся к этапу в Японии. Четвёртый этап гран-при в Японии лишился главных звёзд в одиночных видах. Кидзуру Ханю, Рик Кихира и Александра Трусова снялись с турнира. Однако на этапе выступят и другие сильные фигуристы, на которых будет интересно посмотреть. А российским болельщикам есть за кого поболеть в каждой дисциплине. В спортивных парах российских болельщиков ожидает жаркое противостояние двух наших сильнейших пар. Евгении Тарасовой, Владимир Морозова и Анастасии Мишиной, Александра Галямова. Ребята уже встречались в этом сезоне на Финляндии Трофи, где Настя с Сашей одержали победу. Смогут ли чемпионы мира удержать лидерство? Или Женя с Вовой всех нас удивят чистыми и проникновенными прокатами? Тарасова и Морозов стали довольно неплохо и стабильно катать короткую программу. По крайней мере, на нескольких последних стартах ребята исполняют её всё лучше и лучше. А на этапе в Лас-Вегасе впервые за долгое время набрали 80 баллов на международном турнире. С произвольной программой дела пока обстоят куда как сложнее. Удивительно, но единственный чистый прокат пара выдала только на первом старте в сезоне, на Кренберри Кап. В остальных случаях всегда были какие-то ошибки, где-то больше, где-то меньше. Труднее всего Жене даются прыжки, хотя, например, в Лас-Вегасе Вова тоже немножко накосячил, допустив стэпаут на каскаде. Как говорит тренер пары Максим Тараньков, на тренировках количество чистых прокатов у Жени с Вовой существенно возросло. Теперь ребятам нужно просто показывать то, что они легко делают на тренировках. Легче сказать, чем сделать, но будем надеяться, что большое количество турниров им в этом помогут. А прыжковый барьер будет преодолён. Настя с Сашей выступают куда как стабильнее, хотя и у этих ребят бывают осечки, как это случилось, например, на Финляндии Трофи в короткой программе. Там партнёр Шоупала Стройного Сальхова, зато произвольную на том турнире ребят откатали идеально. Также фигуристы продемонстрировали уверенное катание на этапе Кубка России в Сочи. Ещё одно серьёзное преимущество Мишины Голямова – это более дорогая базовая стоимость. Например, в произвольной программе они одни из немногих, кто делают каскад 3-1-3. Если рассматривать соперничество непосредственно двух наших пар, то Женя с Вовой берут мастерство в плане подачи и качества выполняемых элементов. У ребят высокие оценки за компоненты, которые абсолютно оправданы. Настя с Мишей, возможно, в каких-то моментах уступают по качеству. Но пара молодая, в этом плане у них всё ещё впереди. Сейчас они являются действующими чемпионами мира, и вторая оценка у них тоже довольно высока. Но главный козырь пары – это техническая сложность и стабильность. В танцах на льду будем болеть и держать кулачки за действующих чемпионов мира – Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова. Больше всего боязно не за баллый результат, а за здоровье спортсменов. Последний раз фигуристы были вынуждены сняться со второго этапа Кубка России, после ритм танца, потому что у Никиты что-то случилось со спиной. Будем надеяться, что проблемы удалось решить, и сейчас ребят ничего не беспокоят. Возможно, набрать оптимальную форму спортсмены пока не успели, поэтому сравнивать их баллы с главными соперниками олимпийского сезона – попадаки с Сизерон – пока в любом случае не стоит. Кстати, итоговый вариант произвольной программы у Вики с Никитой мы пока не видели. После контрольных прокатов в Челябинске были высказаны кое-какие замечания. Танцевальный дуэт планировал показать обновленный танец «Ёж-короле», но спина Никиты сказала не сейчас. В женском одиночном катании от России выступит Дарья Усачева. Игуристке придется защищать честь нашей страны в гордом одиночестве. И это серьезный груз ответственности для юной спортсменки в свой дебютный сезон. Для Даши это второй ТАП Гран-при. Ранее она выступила в Лас-Вегасе и заняла там второе место. Вряд ли за прошедшие три недели в разгар сезона спортсменке удалось освоить желанный тройной аксель, чтобы вставлять его в программу и идти на риск. Сейчас Дарье нужно брать чистоту исполнения всех элементов, показывать красивые линии, сложные заходы и связки. Взрослое пластичное катание. Эти козыри помогут даже показать себя с выгодной стороны, произвести впечатление на судей и выделиться на фоне других участниц. В соперницах у россиянки много сильных фигуристок, таких как японка Каори Сакамото, кореянка Ян Ю и американка Алиса Лью. В отличие от Усачевой, Ян Ю и Алиса Лью владеют тройным акселем, а для Каори Сакамото это будет домашний этап, где смартсменку наверняка собираются усиленно поддерживать. Очевидно, Ису будет заинтересован в том, чтобы первые два места заняли Епания и Корея, потому что это даст шанс иностранным фигуристкам выйти в финал серии и разнообразить географию в женском одиночном катании. Поэтому Даше, конечно, хочется пожелать успешных прокатов, стойкости, веры в себя и не допустить ошибок, которые были на прошлом этапе в Лас-Вегасе. Шансы на победу у нашей фигуристки есть, но не исключено, что выиграть может другая спортсменка. На скейт Америка Усачева обошла Исакамото и Ю, правда отрыв был минимальным и никто не показал свой максимум. Поэтому можно сколько угодно развешивать медали заранее, означать фаворитов, но лед скользкий для всех. Никогда нельзя точно предсказать, как откатает та или иная фигуристка. Даше самое главное не думать о баллах и соперницах, не накручивать себя мыслями из серии «Я должна». Нужно просто показать все то, что она умеет, а дальше пусть решают суть. Анна Щербакова об образе Маргариты в произвольной программе. Это точное попадание. Именно то, чего бы мне хотелось. После блестящей победы на этапе Гран-при в Италии Анна Щербакова дала большое и развернутое интервью, где также рассказала о своих новых программах на Олимпийский сезон. Чемпионка мира считает произвольную программу «Мастер» и «Маргарита» идеальным попаданием, а вот короткую программу назвала скорее «Экспериментальной» и планирует еще менять и дорабатывать ее. Как сейчас чувствуешь свои программы? В этом сезоне подобрали очень интересные образы. Про произвольную могу сказать, что это точное попадание, именно то, чего бы мне хотелось. Здесь вообще нет никаких сомнений. К тому же это программа со спокойным началом, но динамичной второй половиной. То есть здесь есть смена образа эмоций характера. В короткой программе очень экспериментальный образ. Конечно, все это будет еще дорабатываться и сейчас только начало сезона. Поэтому с каждым стартом программы должны быть все более доработанными со всех сторон. И эмоционально, и технически, и хореографически, естественно, будут какие-то изменения. Семнадцатилетнему человеку из прекрасной семьи, наверное, непросто показать трагедию. У меня это больше идет изнутри. Мне всегда нравилось не просто программу, как заученные движения катать, а делать это с душой эмоционально. Я очень много читала не просто книгу, а именно про образ Маргариты. Очень прониклась. Мне кажется, что у меня даже есть какие-то общие моменты, возможно, где-то в характере или что-то чувствую я для себя. Поэтому стараюсь передавать это не просто наигранно, а с душой. И стараться вкладывать себя в эту программу. Майя Хромых вспомнила, как пришла в группу Тутберидзе. Фигуристка Майя Хромых, завоевавшая серебряную медаль на этапе Гран-при в Италии, рассказала о своих первых шагах в фигурном катании и как она оказалась в группе Этери Тутберидзе. Когда я была маленькой, я была очень энергичной. Дома чуть ли не на лампочке висела. Я постоянно танцевала, прыгала, бегала. А за домом у нас был каток, далеко ходить не надо было. И так меня решили отдать на фигурное катание. Папа мой хоккейный тренер. И занималась я на том же катке. Так что, возможно, и его профессия на этот выбор повлияла. В группу Этери Георгиевны я перешла зимой 2018-го. Поначалу было очень волнительно. Мне казалось, что Этери Георгиевна какой-то инопланетянин. Я даже боялась. Но прошла первая тренировка и я поняла, что мне все нравится. Она свою энергию раздает всем на льду, все сразу начинает получаться. Хочется рвать и метать. Да и тренировочный процесс в ее группе проходит более спокойно. Ты приходишь на тренировку и знаешь, что должен сделать и как, все построено на самосознании. Тренеры, безусловно, помогают, но ты понимаешь, что это тебе нужно в первую очередь. А в предыдущей группе были очень активные тренировки. Много ОФП, много льда. Более интенсивный такой формат. Что мотивирует кататься на таком высоком уровне? Ведь это огромная работа. Меня мотивирует в первую очередь то, что мне просто-напросто нравится фигурное катание. Нравится ощущать полет в прыжках, особенно в четверных. Это просто не описать словами. Мне очень нравится скользить, кататься на ребрах. Когда я выхожу на старт, я получаю огромный кайф. Ради этого хочется тренироваться. Редактор субтитров А.Семкин